Здравствуйте, PAI-1, гомозигота, фактор 11 гетерозигота, плат гетерозигота по гемостазу, остальные аллели в благоприятных вариантах. Это слабая комбинация, риски невысокие. По PAI-1, получается, риски повышены, потому что гомозигота. Фактор 11 гетерозигота тоже достаточно большие риски. И PAI в сочетании с плат в гетеро, PAI в гомо, PLAT в гетеро, они, плату увеличивает еще больше неблагоприятное действие PAI-1, поэтому риски достаточно немаленькие. И риски по антонатальной гибели плода, потому что риск образования фибрина увеличен, а риск растворения фибрина тоже увеличен. То есть с двух сторон, как бы на двух этапах это идет, поэтому чем больше срок беременности, тем больше риски будут. Возможно потребуется назначение препаратов гепарина. Нужно очень осторожно быть с препаратами гормональными, в том числе и на ранних сроках беременности, потому что это увеличить может риск тромбозов венозных. Наличие процент жировой массы в организме, если большой, то риск PAI увеличивает, потому что там он тоже будет образовываться. Есть комбинации еще эстрогеновых рецепторов гетеро, синтеза оксида азота гетеро и в том числе вообще во всех трех. Нет, в двух. 4B, 4B по синтезе оксида азота, это хорошая комбинация. То есть есть еще риск сосудистого спазма, и возможно здесь потребуются препараты, ну в первую очередь, наверное, аллергенина, возможно препараты курантилов. Тоже надо смотреть индивидуально, какие другие там еще факторы в полиморфизме генов сосудистого спазма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова